Для Екатерины Бибиковой это первая награда такого уровня, поэтому девушка немного волнуется. Катерина, как и многие, с детства занималась танцами, ходила в художественную школу и мастерила украшения. А усоздавать кулинарный шедевр начала всего несколько лет назад. Она делает торты, выпечку и шоколад, может даже собрать букет из сахарных цветов. Его очень трудно отличить от настоящих. Екатерина жизнерадостная, активная и целеустремленная. Несчастный случай не сломил ее, а сделал только сильнее. Авария в 12 лет и перелом позвоночника. К сожалению, остановиться не удалось. Цели на будущее, честно признаться, еще не придумала. Но что-то выше, чем это событие будет обязательно. Поставлю себе новую цель и буду ее достигать. Упорством и характером отличаются все лауреаты. Многим из них пришлось начать жизнь заново. Они понимают судьбу и верят в себя. Поздравил героев и вице-губернатор Анна Менькова, куратор СОСБОКа, отметила личные успехи лауреатов. По словам замглавы региона, в крае ведется большая работа в этом направлении. Для людей с ограниченными возможностями здоровья открывают реабилитационные центры. Недавно такое учреждение появилось в Белореченске. А для особых детей есть более 50 специализированных школ и интернатов. Я хочу поблагодарить и, конечно, всех тех, кто сегодня занимается интеграцией инвалидов в общество. Это и врачи, и учителя, и наставники, и социальные работники, которые работают с такими людьми. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо семьям, которые сегодня принимают детей с особенностями в свою семью. А что касается власти, то мы, в свою очередь, делаем сегодня значительно для того, чтобы интегрировать людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Вы знаете, что на территории Краснодарского края за последние несколько лет открылось несколько реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из этих людей внес особый вклад не только в свою судьбу, но и в историю края. Спортсмены, художники, изобретатели и наставники. Для всех были подготовлены отдельные номинации. Например, Людмила Булавкина из Туапсинского района, когда узнала о болезни, не опустила руки, а начала создавать настоящие шедевры из ткани. Сегодня ее наградили за успехи в народном творчестве. Наше творчество – это был выход на новый уровень. И я думаю, что у нас еще все впереди, хоть я, скажем так, возраст, уже на пенсии я, но все равно, я думаю, что еще все наши награды, все наши, все-все у нас еще впереди. Для многих творчество стало спасение от апатии и депрессии, желание танцевать и петь, даже когда сделать это физически просто невозможно. Жить так, жить, жить и не тужить. Жить так, жить, никогда не ныть. Жить так, жить, надо просто жить. Сейчас на Кубане около 450 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Как посчитали специалисты, это каждый 12-й житель края. В регионе для них действуют специальные программы и работают реабилитационные центры. Но самое главное – поддержка родных и близких, друзей и коллег, чтобы каждый мог почувствовать себя частью большого мира.